Теперь давайте мы откроем это послание, восьмую главу послания к римлянам, немножко ее просмотрим. И здесь как раз Павел говорит о том, что уже, а что еще не. И говорит он здесь об этом абсолютно определенно и конкретно. И, к сожалению, те люди, которые придерживаются гарантированного исцеления, они считают то, что еще не, как уже есть. И из-за этого много разочарований происходит. Вот вообще послание к римлянам называется иногда Пятым Евангелем, потому что это послание освещает основные доктрины христианства. И в жизни многих людей большой перелом произошел именно из-за чтения этого послания. Например, Августина, Мартина Лютера, Джона Буньяна, Уэсли, Карл Барт. То есть очень-очень много людей, присостав послание к римлянам, они пришли к какому-то глубокому пониманию христианства. И кульминацией послания к римлянам является как раз восьмая глава. Потому что там говорится о жизни по духу и по плоти, о том, что мы усыновлены семью Божью. Он говорит, что мы имеем духа Божия, мы взываем ава-очи. То есть говорится о близких отношениях с Богом, который является нашим отцом. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. И здесь Павел пишет интересную фразу. Он пишет, что если дети, то и мы наследники. Наследники Божьи, наследники же Христу. Вот в этой Библии здесь прямо подчеркнута эта фраза. Она выделена. И вот интересно, если мы наследники Божьи, наследники же Христу. Вот представляете, мы наследники Божьи. Вот вы представляете себя наследником Билла Гейтса, который имеет много-много миллиардов долларов. Представляете? А у нашего Бога больше, чем у Билла Гейтса. Представляете? Они наследники, потому что они не наследники, а они просто дети. Неужели Бог не может нам выделить какой-то Роллс-Ройс? Мы же-то его наследники. У нас наследства, посмотрите, сколько. И некоторые именно так утверждают. Если мы наследники Божьи, наследники Христу, и наш Бог самый богатый в мире, то что Ему стоит нас одарить здоровьем и процветанием? Интересно, вторая часть этого стиха. Вот здесь, хотя в этой Библии, вторая часть стиха не выделена, только первая часть стиха выделена. И там апостол Павел пишет, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Вот задумайтесь, мы наследники Божьей, наследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. И вот думаешь, почему здесь ты, апостол Павел, пишешь о страданиях? Казалось бы, восьмая глава, кульминация послания к римлянам. Вот пишешь о духовной жизни, о том, что мы дети Божьи. Но зачем здесь писать о страданиях? И тема страданий, она всё менее и менее популярна. Особенно сейчас, в наше время, когда жизнь становится всё более и более комфортной. Никогда в истории человечества людям не жилось так комфортно, как сейчас. Никогда у них не было горячей воды везде. То, что считается для нас нормой, для людей раньше была роскошь, которой они не могли даже представить. Тем более сейчас, зачем говорить о страданиях, когда у нас нету гонений? Ладно бы там в 80-е годы было популярно говорить о страданиях. У нас сейчас нету гонений. И есть люди, которые говорят, вот всему своё время. Вот когда было время страданий, тогда нужно было страдать. Сейчас время царствовать. Сейчас нету время страданий. Зачем нам говорить о страдании? Вот я посмотрел, когда было написано послание к римлянам. Послание к римлянам было написано в 58-м году. Спустя 6 лет Нерон поджёг Рим в 64-м году. И христиане начали страдать. И мне кажется, что апостол Павел, когда писал это место, он уже готовил, Дух Святой через него готовил верующих в Риме к тому страданию, которое их ожидает. Потому что очень часто мы не знаем, что ожидает нас в будущем. Вот если вспомнить Беслан, то верующие, когда отводили своих детей в школу, они не знали, что ожидает их детей. Молили Духслава. Потом многие верующие лидеры посещали Беслан для того, чтобы утешить. И думаешь, какие слова утешения можно найти для того, чтобы утешить родителей, которые потеряли своих детей. Но я думаю, что Дух Святой через Писание, он готовит людей, тех людей, которые должны перенести какие-то страдания. Вот именно через эти места, которые здесь записал апостол Павел. Так же, как Дух Святой через Павла готовил верующих к римлянам, к тем страданиям, которым им спустя всего лишь 6 лет придется испытать. И реальность такова, что мы страдаем. Мы страдаем физически. От физической боли и физических болезней. Например, когда болит зуб, когда мы порезали палец, когда нам больно. Вот здесь есть онкологическая больница. И вот вам Ира и Саша Калуцкий, которые посещают, с вами вместе скажут, что там всегда просят баралгин. Одно время, я больше года посещал эту больницу, всегда просили именно баралгин. Потому что людям там, на самом деле, очень больно. Но физическая болезнь – самая страшная болезнь. И страдания от физической боли далеко не самые страшные в нашей жизни. И более сейчас медицина дошла до такого уровня, что многие болезни можно вылечить, и сильную боль можно обезболить. Сейчас уже нет эпидемии чумы, коры, то есть многие болезни вылечены. Есть еще эмоциональное и духовное страдание, например, когда мать хоронит сына. То есть для нее ее боль гораздо сильнее любой физической боли. И часто она говорит, я бы лучше сама бы умерла, или сама бы испытала вместо того, чтобы это видеть. Или когда распадается семья, развод. Это тоже страшное болезнь, страшное страдание. Лучше пережить какую-нибудь там операцию, чем пережить развод. Некоторые люди страдают от одиночества. Потому что мы, люди, созданы для общения. И не только с Богом, но и с себе подобные. Мы страдаем, когда такого общения у нас нет. У нас умирают близкие люди. У нас умирают родители. Есть еще другие страдания. Мы читаем в Псалме Давида. «Обвешали кости мои, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». То есть мы страдаем от греха. Понятно, что мы праведны благодаря праведности Христа. Мы уже оправданы. Но тем не менее, то есть в нем мы святы. Но тем не менее мы грешим и страдаем из-за нашего несовершенства. Когда мы делаем грех, нам больно из-за того, что мы это сделали. И вместе с Давидом, когда приходит момент раскаяния, и осознание того, что мы сделали, можем сказать, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. То есть вот это нас гложет. Есть еще другие страдания. Например, верующие родители страдают, когда их дети не принимают Христа, попирают Христа и тем самым разрушают себя, разрушают свою жизнь. И многие верующие родители так и не дождутся покаяния своих детей, потому что это может произойти и после их смерти. И это им приносит видеть то, как их дети разрушают себя, свою жизнь, творят плохое, это приносит им страдания. Это может быть не только дети, это могут быть родственники, это могут быть близкие люди. И в принципе, я не знаю, какие страдания испытываете вы, но вы или страдали, или страдаете, или будете страдать. То есть реальность такая, что в этой жизни страданий мы не избежим. Об этом говорит Слово Божье, Филиппийцам 1, 29. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. 1, 2, 21. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дыбы мы шли по следам Его. 1 Петра 4, 1. И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающие плотью перестают грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Сам Павел не мог похвалиться отсутствием страданий в своей жизни. Наоборот, он хвалится, преподнеся их как признак апостольства. Вот он пишет в 1-м послании Коринфянам. «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся». Можете себе представить? «Даже до ныне терпим голод и жажду». Я думаю, вот этот стих вы не увидите на футболке христианской. «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся». То есть наготу, и побои, и наготу не было нормальной одежды, и скитаемся, нет нормального жилья. Павел пишет «Подражайте мне, как я Христу». Готовы ли мы подражать, осознавая всю ту жизнь, в которой жил Павел? Очень часто мы видим одну сторону христианства. И вот эти стихи часто игнорируются. «И если Бог любит нас настолько, что Он сделал нас своими детьми наследники, означает ли это, что Он должен хранить нас от всех страданий?» И Павел здесь говорит о том, что эта логика неверна. Нам нравится осознавать, что мы дети Божьи, что мы наследники Божьих, наследники со Христом. Но нам не всегда нравится осознавать, что при этом мы можем не только разделять славу Христа, но и его страдания. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok